так вроде идешь по красной площади тут рядом владимир владимирович что-то стоит подрабатывает ну ладно мы к нему подходить не будем а то вдруг он меня не знает необычное начало видео в гараже в отеле форсисон тот который находится рядом с красной площадью мы сегодня приехали просто погулять в центр как-то насладиться атмосферой москвы покажу вам тверскую улицу которую перекрыли на ней сейчас нету движения но я издалека у меня же что-то порядке работает зум и и на два или три дня полностью закрыли и там ее не знаю что из нее делают посмотрим ну хотя бы где-то есть паркинг здесь 200 рублей часто на самом деле дорого но это самый центр центре некуда ты практически под красной площадью стоишь вот на два часика примеру приехал на 400 рублей нормально список того что здесь есть насколько знаю что вот в этот кинотеатр москва сюда пускают специально по гостевым типа картам и гостевая карта поле например на 50 тысяч платишь получаешь карточку этим как и вип-зал и можно купить билет то есть ты приходишь и ты знаешь что все кто там сидит заплатили за эту карту примерно 50 ксаре но это предпримерная цена поэтому будем продолжать ходить в cinema парк там там ходим суббота в москве сегодня такая погода накидка непредсказуемо вроде дождь может пройти вдруг и солнце выглядывает на красной площади поле 7 прочитал вон эти в в в в тут еще машины ездит проходит книжная ярмарка вот идем посмотреть что там вообще происходит народу по ходу много но что дождь не пошел что там горько кричат я представлю что здесь будет восемнадцатом году когда чемпионат мира по футболу будет прям ужас тверская она немножко правее потом покажем но кстати до сих пор он что пройти на красную площадь и фигасе нужно в очереди отстоять на металлодетекторы ну смотри какая ну ладно погнали да раньше такую не было ну ладно скажем что это плюс безопасности так не покажу потом она будет дойти тверская перекрыта так вроде идешь по красной площади тут рядом владимир владимирович что-то это стоит подрабатывает ну ладно мы кем и покоить не будем а то вдруг он меня не знает пришлось оборудоваться зонтиком потому что все-таки пошел дождь но книжная ярмарка вон впереди посмотрим что там происходит там с мой народ с пакетиками выходит то что мужчина с тремя пакетами проходил москва литературный мегаполис красиво так даем немножко оглядеться чтобы почувствовать атмосферу я пока очень чего не понимаю выступления здесь книжки продают павильоны люди сидят на улице зонтиками под альтиком короче ничего не понятно самое короче веселое что ветер просто очень сильный даже зонтик сносит боже мой сюда мы пришли стоять может быть что происходит вообще даже не пройти и не проехать боже мой даже зайти невозможно ужас ну погода сделала свое но здесь кстати народ смотри вот кто здесь сидит это наверное 50 плюс аудитория ладно все кача отсюда уходим короче погода полная лажа если хотите купить книжки идите в нормальный магазин а не сюда то что дождиком куча народу зонтиками делают свое боже мой пока в мире хотя бы джиме с италия народы с этим меню ресторана состоит вот из одной такой бумажки очень посмотрим уже практически все здесь проводим даже бургер значит помню бургер не здесь не понравился здесь подают по-моему красный красный капусты да да все добавили красную капусту было это как-то не айс по тем движением что мы сегодня сделали приехали на выставку книг по факту случился какая-то крим народу полно погода креновая книжки все те же самые продают только по 25 процентов скидку дают и решили спастись от дождик и пришли глаз чешется в ресторан и короче томатный суп томатная пицца и все томатное у нас что поем дальше гулять но все нет в этой парковке не нравится только одна фигня сейчас мы будем подниматься наверх по спиральной такой дороге она очень узенькая как сюда люди пример вот на рейнджи заезжают надо быть очень смелым вот она такая вроде отсюда кажется вроде все легко но когда у тебя перед машиной поднимается это так все едешь 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 какой-то момент становится непонятно где у тебя колеса где там этот бордюр вот здесь тоже особенно план камер со мной ничего не передаст возьмите карточку и приложить сюда точнее вставьте сейчас подумает ура нас выпустили выезд из подземелья кстати очень удобно есть даже мойка прикиньте и выезжаем сейчас как раз напротив московской городской думы дозик прекратился о свет наконец-то поехали так что на удивление машин мало видимо где-то светофор не работает везде вот так вот перекрыли у нас дороги и вот к августу что-то здесь красивое бутнорик сентябре что тут сделают видимо какие-то тоже дорожки будут посмотрим все что не делается все лучше москва остановились прогуляться сейчас прикиньте по всей москва реке парковку заплетили вообще машин есть только некоторые островки по примеру как здесь можно припарковать машину за деньги москва река во всей красе ну да немножко грязненько плавают на корабликах это метро Павелецкая дом музыки московский это гостиница Swiss Hotel а это садовое кольцо ну это так чтобы немножко ориентировались пойдем гулять наслаждаться жизнью пока я кстати как-то однажды попробовал в таком автомате заплатить как раз за парковку сюда карточку вставляешь но мне кажется что знаете когда вот на улице стоит автомат как-то стремно стоя карточку вставлять интересно работает да прикиньте экран работает ой блин 30.08 я неправильно припарковался тем какая приложение для андроида именно вот это москваркинг включаешь его она автоматически определяет парковку но она я уже заметил второй раз подряд берет парковку старую то есть когда заходишь в программу номер парковки там не высвечивается проходит какое-то время и по старому gps положению у тебя номер там вписывается я сейчас то же самое сделал а по факту здесь совершенно другой номер парковки это косяк приложения для андроида скорее всего либо вообще система в целом так что внимательно не будьте бедные утки смотрите в каком дерьме плавают в москва реке и не не понятное дело что очищают но походу очень редко редко очищают красивое здание так вот можно его взять в москве можно перемещаться разными способами можно на велосипеде можно на самокате можно на машине на автобусе а можно походу вот на такой частной лодке интересно какое-то разрешение нужно чтобы на своей лодке вплывать на москва реку выглядит прикольно можно в тайланг к примеру отсюда уплыть ну наверно прикиньте на своей лодке отшартовался и поплыл в тайланд на пхукет интересно возможно вообще такая тема или нет круто звучит бред что из москвы в таиланд на своей лодке что из москвы в Таиланд на своей лодке вон вообще вон смотрите какая большая баржа плывет с людьми вот там в дальней барже свадьба корабли корабли ничего себе народу прям полно конечно интересно выглядит смотрите вообще на перед корабля он весь такой помятый уже долго плавал и походу помялся нормально так народу просто куча сейчас по цене билетов точнее не сейчас а в прошлом году смотрели чтобы к примеру вот с той станции от метро не 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 от павелевской до этого парк культуры парк горького доплыть стоит рублей 600 в одну сторону обратно 1200 на двоих 2400 походу это оно и есть смотри сколько народу не знаю что у них там происходит либо это корпоратив либо это просто обычный общий корабль это корпоратив на котором люди друг всем начинающим ютюберам посоветую просто нашел в этом в магазине как стать первым на youtube секреты взрывной раскрутки на 700 рублей для начала заведите свой канал вот ребят смотрите можно вирусные ролики делать при помощи книжки перед отводя и так